здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос как совмещать жизненной цели и карьерной амбиции с духовной жизнью как придется дорогие друзья потому что если вы считаете что эти вещи совершенно несовместимые надо идти в монастырь и там жить духовной жизнью в мир в миру это другое то и в монастыре у вас ровно счетом ничего не получится потому что мы должны быть солью этого мира мы должны преображать мы должны как минимум предотвращать гниение этого мира как господь говорит по отношению к нам если соль перестанет быть соленой то зачем она вообще нужна мы должны быть вот этой солью и самое главное пусть у тебя есть стремление карьерному росту и желание преобразить этот мир к лучшему пусть желание приносить прибыль организации которые платят зарплату собственно чаще всего для этого ты там и работаешь ты для этого учился или открывать какие-нибудь новые элементы планеты или еще что-нибудь в любом случае все эти жизненные цели карьерные амбиции должны быть очень тесно связаны духовной цель духовной жизни уж ты по карьерной лестнице ты не должен идти по трупам коллег ты не должен предавать ты не должен распространять какие-то неправдивые слухи не должен подставлять человека если ты видишь что он совершает ошибку и из-за этого его уволят а ты может быть на его место станешь но это принесет огромный вред и организации можем даже и отечеству то ты вопреки сумму карьерному росту должен подсказать ему если конечно тебя услышит не услышит твой совесть будет как минимум спокойно ложь воровство предательство немыслимо для христианина как бы не сильно хотелось ему достичь каких-нибудь высот и вот собственно вот здесь мы сталкиваемся поступаем как христиане или поступаем хуже язычников нам кажется если не я то кто тогда кто-нибудь другой будет поставлен на это место и он будет совершать тоже преступление что от которого отказываюсь я так уж лучше я так заработаю чем-то другое но вот эти лукавые порочные мысли должны отойти на второй план ты разлюбил жену появилась новая теперь настоящая любовь нет храни верность до конца вот и так соблюдешь закон христов так соблюдешь заповедь и здоровее будешь между прочим не будешь не убьешь тем самым свою законную супругу и не принесешь непоправимый вред детям поэтому друзья мои собственно евангелие нам дано для того чтобы мы соизмеряли свою земную жизнь с этими словами и на путь нечестивых не ступили шли путем праведности уклонились от зла и сотворили блага помоги все нам господь без помощи которого нам творите доброго невозможно ничего же только в нем через него и ради него господи помогай нам внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео